И вновь доброго времени суток, с вами как всегда дезертир и на повестке дня у нас нова. В общем, давайте не будем долго затягивать и перейдем сразу к делу. Для начала я расскажу о двери и хранилище, по крайней мере именно так ее оценили у меня в комментариях. Я же лично считаю, что она вообще никоим образом не похожа на двери убежища из серии игр Fallout. В общем, решать вам. Встречаем мы эту дверку в самом начале рядом с коробочкой Снэйка, ну вы помните. Ладненько, поехали дальше. Миссия от в раю отчетливо напомнила мне игру Dead Island. Там есть куча трупов, классический курорт и все окружение сделано в этом же стиле. Да и в самом Dead Island даже было такое достижение, от в раю. Чтобы его получить, достаточно было пройти первый акт игры. На этой же миссии есть вот такой плакат. Ма вода. Видимо, новая марка маринадной водицы, ну или просто чья-то маман выпускает водичку для своих ребятишек. В пещере есть монстр, который вылезает из ямы. Он называется Блайт Рингер. И так, давайте разберемся. Я скажу вам пару вещей, а там сами думайте. Самая очевидная пасхалка в этом месте к игре Dark Souls. Спросите, при чем тут он? Ответ прост. Если вы вдруг случайно умрете в битве с этим боссом и после придете на место своей смерти, то, как и в игре Dark Souls, вы обнаружите накопленные души. Я не знаю, откуда у Ноу всего 1900 душ, но убила народу она определенно больше. Далее я хочу вам рассказать о самом Блайт Рингере. Он переводится как Несущий Порчу, ну или Моровик, как перевели его у нас. Но лично я хочу убрать букву Б в названии и вспомнить о Несущем Свет. И тут же приходит в голову Утро Светоносный, первый из паладинов и известный герой Варкрафта. Утро был рыцарем и клириком-учеником, он поклонялся Священному Свету с самой юности. Своё же прозвище Светоносный он получил из уст Турлеона после битвы у Черной Скалы. Также в Вовке есть такой сет для паладинов, он так и называется – Лайт Брингер или Несущий Свет. Изначально он был только у Альянса, но с появлением паладинов у Орды он появился и у нас. Во второй дополнительной лаборатории есть колбы с номером 405-4L1-V3. Встречались нам они и ранее в первой миссии иного, например, но надеюсь вы помните их и в секретной миссии Крылья Свободы. Там под этим номером на засекреченной базе Доминиона пытались вывести гибридов путём слияния двух рас. В этот раз они решили добавить ещё и Теразин, что в итоге у них может получиться, честно говоря даже представлять не хочу. Тут же рядом мы можем видеть вот такую, предположу, что это огромная дверь, на которой написано К-30. Навряд ли это отсылка, хотя кто знает работников Близзард. Вначале я почему-то вспомнил К-9, но там собаки и чё-то не то. Но зато я узнал, что в военное время были построены вот такие вот аэросани Камов К-30. Спасибо Близзард! В последней миссии нова особенно популярна. Здесь есть плакат Стрипбара супер нового из Волла, реклама самой новой и вообще много чего о ней. Также здесь есть разбитый маленький мурлок и экран, на котором что-то написано и очень-то много всего. Надо будет почитать потом. Также, если вы часто путешествуете по метро, знайте, нова там очень даже активно размножается. Если вам не хватает одной девушки, вы всегда можете создать множество её копий. В метро. Мда. Просто заведите их внутрь и по прошествии некоторого времени они останутся с вами навсегда. На самом деле они очень полезны, хотя возможно этот баг уже исправили. Не проверял потом. А ещё в самом последнем ролике мы можем заметить, как Валериан ставит пластинку с музыкой в проигрыватель. Во время прохождения я упомянул, что это отсылка к Брудвору и начальному интро, где генерал Жерар Дюгаль, общаясь с Алексеем Стуковым о зергах и смерти, брендит под весёлую музычку. Но, как оказалось, эта музыка появилась только в крыльях свободы, а в Брудворе же играла совершенно другая, хоть и не менее классная. В общем, играет она всего в одном месте, когда Джиму Рейнеру снится сон о прошлом и он вспоминает, как Артур Менск оставил Керриган умирать одну на планете, кишащей зергами. Кстати, нашу Нову уже давно похоронили в World of Warcraft, ещё в дополнении Burning Crusade. Ну, это типа памятник на её могилке. Ну, если честно, то это могилка StarCraft Ghost. Ну, так как там весь сюжет про Нову, и тут тоже про Нову, ну, в общем, вы поняли. Как вы знаете, недавно вышла новая миссия для совместных заданий, и там мы встретились с Тэтмана. И он… ну, скажем так, последние годы, проведённые на Белшире, ему определённо понравились. Так какие же отсылки мы можем здесь услышать? Первая. Это отсылка к фразе доктора Франкенштейна из старых фильмов. Этот фрагмент, кстати, использовался в весёлом сериале 90-х «Чудеса науки». А ещё он, как и многие другие, повторяет знаменитую фразу комментаторов «Terrible terrible damage». На русском же звучит это так. Слово, помимо всего прочего, это код на бессмертие в StarCraft. На этом у меня всё, так что я вас оставлю в покое на сегодня, а вы тем временем можете дослушать весёлые фразочки с Тэтмана, в тишине, без моего голоса. В общем, спасибо всем и пока.